Привет, друзья! Вот что такое духовность? Я так лично думаю, что духовность, высшая духовность, это думать не только о себе, а о нормальном человеке, это думать и о всем человечестве. Потому что будешь думать только о себе, один и останешься. Это по существу человек обеспокоенный чувством ответственности за свои поступки. В этом и заключается карма йога, например. Много-много теорий, есть в индийской философии, но есть люди более развитые, более масштабного мышления, которые способны мыслить абстрактно. Есть люди, которые мыслят конкретно, вот, например, реинкарнации. Это то же самое, что карма. За свои поступки в последующем поколении, там кто думает, что предметно, конкретно, он так и полагает, что он потом переродится. И станет, например, собакой, или станет, например, выдающимся человеком, реинкарнации такие. Ну, как бы дух вечный, как бы, а тело только меняется. Ну, дух это что? Это вся информация, которая есть. Всё, что в наших библиотеках, всё, что в нашем мозге, в сознании, в подсознании. А высшая духовность, это как раз-таки беспокоится не только о себе. Но об этом и говорили все, все, все столпы великих учений, религий. Да. А тара, это что? Это царство Божие в тебе есть, говорил Христос. Ну, вот же о чём речь. Надо же всё-таки разделять предметное, конкретное отношение, фигуральное. Вот в восточных религиях спрессованы тысячелетия в эти философии. Потому что там язык такой, метафорами. Когда говорят реинкарнация, имеется в виду не в буквальном смысле. По существу речь идёт об ответственности. Поэтому мы создаём совместно науку человечности. Давайте, пожалуйста, друзья, скажите своё мнение об этом. Потому что я, например, думаю, когда говорят огонь вечный, зажигалку включил, огонь. Как включишь, так огонь появляется. Это свойство, свойство, а не предмет. Духовное состояние – это свойство высокоорганизованной материи. Вот что такое дух? Вечен дух. Ну, законы Вселенной. Поэтому есть две картины мира. Религиозная и научная. В научной картине мира – это законы природы. Причинно-следственные связи. Что за действиями есть последствия какие-то. Чашка упала, разбилась. Это неуклонно. Это законы природы такие. А в религиозной картине это называется воля Божия. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова